На пленарном заседании 13-го гражданского форума Ульяновской области подвели итоги работы региональной общественной палаты. По словам заместителя губернатора Ульяновской области Александра Коробко, сегодня совместное движение власти и общества помогает решать всевозможные социальные вопросы. Развивает некоммерческий сектор, поддерживает неравнодушных людей и воплощает полезные идеи для Ульяновской области. Хочу сказать вам огромное слово благодарность за то, что вы делаете. Вы знаете, я вот сейчас сидел и слушал, и еще раз хочу сказать о том, что не бывает больших или малых дел. Они или есть, или их нет. Поэтому каждый в меру своих сил и возможностей, делающий доброе, хорошее дело, это замечательно, прекрасно человек. В этом году общественники работали с обращениями ульяновцев. Их за 11 месяцев поступило более 4 тысяч. Также активисты следили за выбранной кампанией, готовили наблюдателей, работали с политическими партиями. Палата проводила общественную экспертизу нормативных документов, так называемые нулевые чтения. Итоги работы общественной палаты подведены. Перечень рекомендаций органов будет оформлен гражданское послание. Гражданское послание – это такой некий свод того, что делает общественная палата на протяжении всего года. И основные направления каждая комиссия, а также совет общественной палаты формирует, исходя из своей работы, из мониторинга своей деятельности. На форуме наградили лучшие социально-ориентированные проекты и организации. Одним из награждаемых стала Оксана Врашкина, которая совместно с единомышленниками оказывает услуги красоты мамам особенных детей. Один из крупных проектов, который мы провели, это «Красивая мама». Он проходил у нас в мае месяце во дворце книги, куда съезжались с более 10 районов Ульяновской области мамочки, особенно детей. Там мы проводили именно преображение, создавали полный образ, макияж, прическу, переодевали их в красивые платья и проводили фотосессию. Другим награждаемым стал Владимир Сидоров, который уже долгие годы руководит Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области и реализует массу проектов, ориентированных на развитие региона. В основном, конечно, за нашу общественную работу. И очень приятно, что ее оценят, оценивают на таком уровне. Гражданское послание уже к февралю будет направлено в органы государственной власти Ульяновской области.